Подмосковные вечера Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В дачной беседке программы «Подмосковные вечера» замечательный гость Александр Иванов. Сердце, лицо, мозг группы «Ронда». Здравствуйте, Саша! Здравствуйте! Конечно, я начала так. Это общепринятая зрительская точка зрения. Из зрительного зала, с экрана телевизора. Достаточно активная ротация группы на радио. И все-таки группа, конечно, это единый организм. Вот как происходит распределение функций организма в группе? То, что не видно зрителям. На самом деле, когда меня все время спрашивают о том, как тяжела ли жизнь певца, потому что на него, как правило, обычно всегда в группе падают все самые сложные моменты. Вот сейчас тоже ребята отдыхают, настраивают звук, а мне приходится вот здесь сейчас рассказывать о чем-то своем. Ну, я все время рассказываю одну и ту же историю. Я как этот флагман, который тащит этот флаг, в него стреляют, он падает, его подлечивают, снова ему этот флаг в руки. Вот надо же кому-то флаг тащить. Вот кто-то из пулемета там классно стреляет, там в окопах сидит, а я вот все время с этим флагом впереди. Уже флаг дырявый весь. Вот. Ну, кому-то же надо. Вот. Поэтому и, наверное, на протяжении такого долгого времени, может быть, у нас что-то получалось, потому что к этому я всегда относился достаточно серьезно. Вот. Ну, не сказать, что это очень нравится, но я, опять же, повторюсь, кому-то надо. Мы опустили такую нематериальную инстанцию, как душа. Вы можете сказать, что вы душа группы? Да нет. Ну, группа – это целый организм, единый, в которой, наверное, каждый исполнитель играет огромную роль. Неважно, это барабанщик или это гитарист, или это певец. Получила очень такую широкую известность история с Сергеем Трофимовым, сценический псевдоним Трофим. То есть, когда он... Ну, если я не права, если я как-то неправильно предлагаю историю, я надеюсь, вы меня поправите. То есть, когда Сергей предлагал свои песни, свою музыку, они не пошли. И только тогда, когда они попали к вам, они действительно стали популярны. Причем, когда эти песни появились, авторство приписывали вам. И действительно, было сложно предположить, что вот они принадлежат кому-то другому. Почему? В чем был секрет именно того, что не пошло у Трофима? Хотя это достаточно известный автор, известный композитор. Мне сложно, наверное, дело критиков как-то рассуждать на тему, почему пошло, почему не пошло. К тому времени, на самом деле, Сергей не был так широко популярен, как сейчас. Ну, хорошо. Не о Сергее, а о вас. В чем был секрет? Почему пошло у вас? Не то, почему не пошло у Сергея. Ну, во-первых, я на самом деле воспринял эти песни как какие-то личные переживания. В моей жизни очень много было схожего с тем, что Сергей излагал в своих песнях. Поэтому я вот как-то воспринял эти песни как очень что-то теплое, личностное. Потому что у меня в жизни много было всяких перебитей, каких-то достаточно грустных историй. А потом мне просто понравился материал, песни понравились. Мелодиями своими, какой-то искренностью. А то, что они у меня получились, это не только моя заслуга, а заслуга еще и 20 музыкантов, таких замечательных музыкантов, как Вадим Галутвин, который играл в «Воскресенье» в «Араксе». Как Петрович Владимир Песняков, старший, Кельдей, Николай Девлет Кельдеев из «Морального кодекса». Огромное количество музыкантов приняло участие, больше 20. И это их заслуга. Этих людей я скорпулезно приглашал на запись той или иной песни, почувствовав то, что эти люди смогут в той или иной композиции показать свой яркий почерк. Были и классические музыканты, которые работали с Ростроповичем. Это Женя Петрова и Аня Козлова, скрипачка и виолончелистка, которые великолепно совершенно сыграли такие классические партии струнных инструментов. Ну, то есть не только я, большое количество музыкантов, в общем, это их тоже заслуга. История каждой группы предполагает такое большое количество разночтений почему-то. И о вас в совершенно разных источниках указана разная дата организации группы. Но наиболее часто это 1984 год. Это действительно так? Что было в этот момент? В 1984 году Михаил Литвин образовал группу Ронда. Но та группа не имела никакого отношения к коллективу, который сейчас называется группой Ронда. Потому что в 1986 он пригласил меня в свой коллектив. А потом он ехал в Америку, и мы уже не назывались как группой Михаила Литвина, Ронда. А мы стали называться просто как группой Ронда. То есть от первоисточника все-таки дата основания, 1986? От того, когда я пришел в коллектив. И с того момента, как коллектив стал известен и приобрел свое лицо? Просто с того момента, когда коллектив... И свой голос, конечно. Коллектив поменял стилистическую направленность. То есть раньше это была группа «Новой волны». И исполнение песен исходило в основном от творчества Михаила Литвина. А после того, как пришел я, в коллективе очень многое поменялось. И мы впоследствии, через год, когда Литвин уехал в Америку, уже стали играть совершенно на другое направление. Мы стали играть музыку совершенно отличную от той, которую мы делали в группе Михаила Литвина. Мы можем это направление как-то обозначить, кроме того, что это рок? Мейнстрим – общее направление, где есть равная доля и ритм-блюза, и просто баллад красивых, и рок-н-ролл. То есть это общее направление, мейнстрим такое называемое. Я так думаю. Есть ли аналоги какие-то в этом направлении, скажем, западной? Конечно, огромное количество. Ну, например? От Брайан Адамса до, не знаю, Рот Стюарда, Айра Смит. Ну, много. Много. Тем более, что на протяжении этих 15 лет стилистика очень гибко менялась. У нас были достаточно драйфовые композиции в стиле глэм. В конце 80-х этот стиль был очень модным и популярным. А впоследствии, конечно, когда уже с приходом Гранджа поменялось все, не было смысла выходить уже в таких ярких костюмах и продолжать пропагандировать этот стиль, потому что время ушло, и с уходом того времени и моды тоже изменилось очень сильно. Поэтому мы продолжали играть ту музыку, которая нам нравится, продолжали играть красивую мелодичную музыку, даже если она была и очень драйфовой, и рок-н-ролльной сама по себе. То, в общем, здесь равное было предпочтение отданное как лирическим композициям, так и композициям в стиле рок-н-ролль. И можно я все-таки еще чуть-чуть в историю. Что было с Александром Ивановым до 86-го года, с музыкантом, с поэтом-композитором? Было очень много всевозможных групп и филармоний. За плечами, по-моему, 8 или 9 филармоний, я сейчас не помню. Сразу после армии в 81-м году меня пригласили в ГЗЛ-Ардинскую филармонию. Тогда все музыканты работали в каких-то филармоний. И в Москве было тяжело пробиться молодым начинающим музыкантам. И поэтому мы поехали в ГЗЛ-Арду, московские музыканты. Назвались мы тогда московская группа «Радуга». И в основном гастролировали по большей части городов Казахстана, Средней Азии. Впоследствии уже были филармонии, которые меня приближали к Москве, городу, в котором я родился и вырос. И последней филармонией была филармония московская областная, при которой была создана очень-очень мощная программа, которую создал на тот период замечательный продюсер и промоутер Валерий Гольденберг, который в свое время вывел такие группы, как «Аракс», «Воскресенье» на большую сцену. И при московской областной филармонии для погашения огромного долга, который числилась за московской областной филармонией, была создана такая молодежная программа, в которой было порядка пяти групп. Это были группы «Браво», «Рондо», «Зеркало мира» с Костем Никольским, с Константином Никольским, группа «Мастер» и «Лотос» с Андреем Сапуновым. И вот такая огромная программа колесила по необъятным просторам нашей страны, собирала огромные стадионы и приносила огромные денежные, финансовые возможности московской областной филармонии. И через два года этот миллионный долг был погашен, и мы уже как бы тогда перешли в стадию таких групп, которые начали работать в всевозможных досугах, центрах. В общем, перешли на коммерческую основу, потому что в московской областной филармонии получали очень мало. И потом нас пригласил к себе Стас Намина, и уже мы стали работать самостоятельно. Хорошо. Мой самый-самый последний исторический вопрос. Люди, которые уже давно и прочно стоят на вершине музыкального олинки, может быть, это немножечко высокопарно, но что есть, то есть, иногда вспоминают тех, кто помог им выбрать эту профессию. Вот у вас есть такой человек, которого бы вы могли назвать крестным отцом в своем музыке? Мой барабанщик Николай Федорович Сафонов, который сегодня будет выступать вместе со мной. С Николаем мы с 1979 года вместе с танковых войск, мы служили в Германии вместе в танковом полку в одном. И вот благодаря ему, я раньше был спортсменом, я стал серьезно заниматься музыкой. И, в общем, состоялся выбор именно как музыкант, то есть, меня как музыканта, именно благодаря Николаю. Сколько можно людей вот ронять, а ковер все время, голову их втыкать в татами, сколько лет еще это продлится. А музыкантом ты будешь долгое время. Это была борьба? Да, я занимался дзюдо, был мастером спорта, неоднократным чемпионом Москвы был. А вот Николай, он как бы меня правильно направил, наверное. Ну, это такой достаточно крутой жизненный поворот. Крутой, да. Ну вот, так случилось, что стал выбор между спортом и музыкой, а выбором музыку. И был выбор очень удачный, надо сказать, но это уже... Это не мне судить. Да, я так и знала, что вводит такой ответ, поэтому вопрос снимается. В вашем интернетовском сайте, он, надо сказать, достаточно пока маленький. Есть такое обещание, что группа Ронда вскоре удивит своих поклонников неким флэшем в интернете. Вот мы можем сейчас приоткрыть так немножечко завесу и сказать, что же там такое готовится? Ну, во-первых, появилась возможность сделать действительно хороший свой веб-сайт. И сейчас нам наш голландский менеджер Ханс Кулейман помогает в этом. Вот разместить свои какие-то очень интересные, самые интересные новые композиции. И, может быть, те композиции, которые не так широко были известны, представлены какими-то рекорд-компаниями. Вот, кроме того, я готовлю свою страницу большую, расширенную. То есть отдельную от группы. Александр Иванов, да. Вот отдельную от группы. Потому что огромное количество всякой интересной информации, помимо Ронда, происходит и в моем сольном творчестве. И хочется побольше о себе рассказать. На страницах интернета. Ну, делают сейчас его. Вот мои агенты никак, они хотят сделать так, чтобы большое количество моих друзей высказали свое мнение обо мне. Вот они бегают, сейчас собирают всю эту информацию. Все никак не закончат. Хотя уже есть и адресы, и домен оплачен. Вот никак не выставим страницу. Хотя страница достаточно интересная. Выглядит флеш там такой симпатичный. Ждем. С голубями. Наша программа называется «Подмосковные вечера». Отсюда вопрос. Насколько часто вы бываете в Подмосковье? Вообще любите ли вы гастролировать по Подмосковью? И просто бывать в гостях, может быть? Подмосковье, конечно, очень любим. И летом постоянно стараемся с друзьями выбираться в Подмосковье. Я очень люблю Нахабино. В Нахабино есть гольф-клуб, знаете, там часто отдыхают люди, артисты. Отель Мэриот. Там очень хороший пляж и спокойно. А часто в лес выезжаем куда-нибудь на шашлыки. Что касается Королёва, по-моему, первый раз за долгие годы. Я не помню, может быть, когда работали в Московской областной филармонии, были здесь. А с тех пор, я не помню. В любом случае, очень спокойно и как-то хорошо. Я, честно говоря, не очень люблю Москву, но очень люблю Подмосковье. А не часто получается выбираться концертами по той причине, что у людей сейчас немного возможностей ходить на концерты, потому что билеты и аппаратура, и аренда зала иногда становятся невозможными для того, чтобы провести такой концерт. И в основном такие концерты проходят за счёт спонсоров. В нашей программе есть несколько традиционных вопросов, которые предполагают, возможно, краткий блиц-ответ. Есть ли у вас любимая книга, и какую книгу вы прочитали в последнее время? Последние две книги, которые я прочитал, это были две замечательные книги Эрнста Молдашева. Такие сенсационные материалы о том, как наш замечательный доктор, человек, который известен тем, что впервые вообще на Земле, единственный человек, который пересадил глаз мёртвого человека, живому человеку, этот глаз сейчас видит. Человек интересен тем, что, организовав несколько экспедиций на Тибет, он открыл «Матрицу жизни», и в своих книгах он вообще рассказывает, кто мы, откуда мы пришли, сколько цивилизаций было до нас, именно от тибетских лам, от тех людей, которые живут и хранят, в общем, этот секрет в Тибете. И я на самом деле знал, что в Тибете много загадочно интересного, но чтобы вот именно человек рассказал вообще обо всём, то, что мы догадываемся, вот этого я, честно говоря, нигде не мог прочитать, и вот эти книги мне оказались очень интересны. Посоветовал бы всем почитать эти книги. Говорят, очень много о человеке можно узнать, когда услышишь рассказ о его снах. Что вам снится? Ну, как и всё время. Вообще что-нибудь снится? Снится, конечно. Или приходим, падаем, и уже ничего? Нет, снится. Иногда много всякого нехорошего снится, страшного. А иногда бывают такие приятные сны. Есть фильм, который... Пророческие. Пророческие? Ну... И была возможность это проверить? Наверное, будет возможность. Есть ли фильм, который так остался в памяти, увиденный в последнее время? Который понравился? Фильм «Искусственный разум» мне очень понравился. Спилберга последний. Фильм понравился. Понравился «Гарри Путер». Вот, правда, на «Пиратской» пока копии. Он у нас только в мае выйдет. «Властелин колец» понравился. В сказке люблю очень. Вот. Ну, как бы, то, что сейчас и можно посмотреть в хорошем кинотеатре с хорошим звуком. Я в основном люблю смотреть фильмы в кинотеатрах. Мне как-то вот... Наверное, это... Откуда-то из детства я люблю фильмы на большом экране. После этого обычно, когда смотришь те же фильмы на видео дома, мне так впечатляет. Как-то все-таки вот, наверное, как и сцена, да? Есть кухонный концерт, а есть вот концерты на сцене. Вот так же все-таки зал – это некое магическое такое вот здание, в котором, наверное, люди в большей степени сосредотачиваются и получают гораздо больше удовольствия, чем в каких-нибудь там, не знаю, ночных кловах или на дискотеках. Вот, кстати, по поводу сцены. Есть ли какая-то такая вот, как музыканты, артисты говорят, какая-то такая специальная феня, которую вы делаете перед выходом на сцену? Вы вообще человек суеверный? Ну, как и все, наверное, артисты. В большей или меньшей степени. Ну, так, обращаюсь к Всевышнему, там, благодарностью, чтобы он ничего такого особенного, никаких экспериментов со мной не выделал во время концерта. Нет, ничего такого специального я не делаю. Настраиваюсь просто. Как строится концерт? Живой звук, живой голос? Все вживую или минус? Мы отказываемся от фанерных концертов практически всегда. Ну, за исключение, может быть, каких-то съемок. На чей концерт вы бы сами с удовольствием пошли? Ну, в нашей стране, давайте, из наших групп. Да, вы знаете, огромное количество у нас хороших музыкантов. Ну, естественно, я пошел, конечно, на музыкантов, которые исполняют свои произведения исключительно только живьем. Тогда какой смысл ходить на кого-то? Это фонограмм можно дома послушать. Потом все-таки я считаю, что артист обязан живьем работать. Это основополагающее, составляющее и самое огромное значение имеет именно этот фактор. Тогда происходит вот эта вот отдача и прием. Ну, давайте хотя бы несколько имен или несколько каких-то вот групп назовем, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Да, у нас, по-моему, их можно на двух руках пересчитать. Ну, прежде всего, на тех людей, которые мне нравятся как люди. У меня, знаете, она не очень объективна. Если мне нравится человек, то я как-то и к музыке снисходительнее. А мне кажется, что плохой человек не может хорошую музыку делать хорошо. Поэтому это в основном друзья или приятели, там, Лёня Агутин, Володя Просняков. Настоящие музыканты, которые не случайные люди в нашем бизнесе. Паргорькова, Лёша Белов, там, Саша Маршал, Коля Носков. Ну, как бы не перечислишь. Наверное, все те, кто и являются профессионалами. На них интересно ходить. Вот мы сейчас с вами говорили о группе, о вашей сольной деятельности. А есть ли продюсерская деятельность? Да, я сейчас продюсирую одну интересную певицу. Зовут её Катя Бочарова. Мы ей уже половину альбома сделали с моими музыкантами. И ещё с приглашёнными музыкантами. Такая тоже хорошая очень команда работает над её альбомом. Думаю, что будет что-то интересное. Такая молодёжная барышня, гитарная. Это не Зимфира, это не Чечерина. Это нечто что-то отдельное. Мне кажется, что очень яркое. И несравнимое. И своё что-то. Я думаю, что самое главное, когда человек делает что-то своё, ни на что не похожее. Вот в этом факторе, мне кажется, мы выигрываем здесь. Бывает ли у вас на концертах, что вам приносят тексты или приносят музыку и говорят, вот это для вас? Потому что когда у нас на телевидении шёл анонс программы вашей будущей, звонили люди и говорили, что можно мы придём, вот у нас есть тексты, мы хотим передать. Мы говорили о том, что будет концерт, и у вас будет такая возможность. Наверняка это происходит. Да, постоянно. Есть ли? Конечно. Огромное количество кассеты присылают, и приходят молодые музыканты, просят помочь. Так есть ли воплощение этому в вашу творчество? Конечно, конечно. А то то же самое, вот Сергей Трофимов. Подошёл молодой человек на студию, его никто не знал. Вы не могли бы послушать несколько моих песен. Я послушал песни, мне очень понравилось. Вот родился Сергей Трофимов с альбомом «Грешная душа и печаль». Ну и как Трофим, я ему тоже в какой-то степени помог. Реализоваться, потому что когда он мне показывал разные грани своего творчества и показал вот этот вот набор такого шансонного налёта с таким достаточно глубоким юмором, и я задал ему вопрос, а почему он не хотел бы выпустить этот материал? На что он мне ответил? Ну, это вот музыка такая вот специализирующаяся в основном на очень таком узком зрителе, на что я с ним не согласился, и сравнив какие-то композиции с композициями Владимира Семёновича Высоцкого, а я прям увидел заимствование у Трофимова. Именно оттуда очень много тем было. То я ему просто убедил его в том, что необходимо выпустить такой альбом, может быть, даже под псевдонимом. Что он и сделал с первой аристократией помойки и стал популярным гастролёром сейчас. Хорошо живёт парень. По сравнению с тем временем, когда Вы начинали, и сегодняшний день, то, что происходит сегодня, то творчество, оно такое, как Вы его предполагали вначале, таким Вы его хотели видеть? Таков ли уровень популярности? Я не думаю об этом, знаете. Я настолько уже сейчас... Огромное же количество концертов мы работаем. Мысли возникают только во время концертов по поводу аппаратуры. Какая аппаратура, какая сцена. Придут ли люди. Как мы гастролируем в других городах или в других странах. Такая рутина, знаете. А как же творчество? И творчество тоже, конечно. Ну и в большей степени заботишься уже о том, как до людей донести это всё вот на концертах. А студия и всё, что касается творчества в том плане, что создаются песни, ну, как бы сама жизнь уже об этом как-то не рассуждаешь просто. Вы же не задумываетесь о том, что вот вы утром встаёте, чистите зубы, там умываетесь. Это как бы само собой разумеющееся. Но так же и здесь 24 часа этому посвящено. Недельку-другая в году выдаётся там поехать куда-нибудь на острова покупаться. А так в основном. Как жизнь, которую уже просто по-другому себе не представляешь. Просите хоккеиста, он вообще себе представляет жизнь, кроме льда там. Ну, неужели 24 часа в сутки только музыка, музыка, настронник? Ну, когда спишь, там немного отключаешься, а так в основном всё время занимаешься музыкой. Тем более, что в нашей стране такая прослойка, как продюсерская прослойка, там промоутерская, менеджерская, она как таковое отсутствует. Приходится всё равно заниматься в большей степени всем самому. Хотя, конечно, есть и администраторы, и менеджеры, но лучше самого себя всё равно не получается ни у кого. Когда в вашей жизни наступил момент, я не исключаю, что, может быть, для вас он не наступил, может быть, вам так не кажется, но был ли вот такой момент, когда вы почувствовали, вот всё, я популярен, меня узнают на улице, вот в какой промежуток времени это было? Ну, в том же далёком, где-то, в 86-м. То есть, практически сразу с приходом в ронда. После нескольких программ утренней почты стали подходить люди, говорить, что они видели в утренней почте, не могли бы дать автограф. Но это, знаете, только первый год, а потом это уже не очень как-то гладило самолюбие. Потом хотелось, наоборот, в меньшей степени вот со стороны людей внимания. Что вообще привнесло в вашу жизнь популярность, её приход? Я не знаю, это не мне, наверное, судить вообще популярности и что именно внесло. Нет, ну вот в вашу жизнь, допустим, вы идёте по улице, вот, говорят, вон, вон идёт, Александр Иванов там за рукав дёргают, говорят, распишись. Или наоборот, вот... Знаете, как и у любого человека, который становится известным... Больше возможностей для работы. Да, и узнают, ну, в каких-то моментах больше возможностей, а где-то это, в общем, тяжёлым грузом лежит. Я поэтому уезжаю из страны иногда отдыхать, потому что невозможно отдыхать, если тебя все узнают везде. Я не очень такой тщеславный человек, мне больше нравится смешиваться с людьми, с народом. Зачастую имя известных артистов и известных музыкантов ассоциируется с материальным достатком. Это так? Ну, я думаю, что в меньшей степени связаны с нашей страной. Ну, тем не менее. У нас зачастую люди могут быть очень популярны и в финансовом плане очень скромно себя чувствовать. Ну, а в вашем случае? А в нашем случае 99% денег забирают пираты, и государство ничего не делает для того, чтобы остановить эту ситуацию. Поэтому музыканты, в общем, достаточно скромно живут. Даже до среднего класса не дотягивают. Потому что приходится за всё платить, за аренду, за костюмы, за время на студиях. То есть всё из своего кармана, собственно. А деньги не возвращаются. Сейчас, например, веду судебный процесс с компанией «Союз». За два альбома было затрачено мной и компанией «Филипс», которая мне помогала. Огромное количество денег, а «Союз» не выплатил ничего и не выплачивает. Пытаюсь забрать альбом, и не отдают. Поэтому это только видимость такая, знаете, что машины, квартиры, казалось бы. Это очень такой маленькой прослойки. В основном музыканты... У нас даже существует такое поверье, на музыке денег не заработаешь, знаете. Действительно, творчество всегда приносило мало денег. Почему-то, почему-то. Ну, потому что музыкальный бизнес и шоу-бизнес – это совершенно две разные вещи, несопоставимые. В каком направлении будет двигаться ваша творческая жизнь? Жизнь группы и жизнь Александра Иванова? Сакраментальный вопрос, творческие планы. В музыкальном направлении. Будем делать песни, будем снимать видео, будем радовать людей нашими концертами. У музыкантов, которые занимаются всю жизнь музыкой, задача одна – радовать людей положительными эмоциями. К сожалению, время нашей программы неумолимо на нас наступает и подходит к концу. И в заключении передачи мне бы хотелось передать слово нашему гостю, который наверняка найдет, что пожелать своим зрителям, своим слушателям. Что людям пожелать? Ну, чтобы почаще люди радовались жизни, почаще ходили на живые концерты, чтобы их не обманывали. Побольше настоящих положительных эмоций. И чтобы зимы не были слишком холодными. Побольше эмоций хороших и разных, и, конечно же, тепла. Вот на этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем нашу программу. Гостем нашей подмосковной дачной беседки сегодня был Александр Иванов. До свидания, до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова